на прямой связи да здравствуйте вадим здравствуйте рад вас видеть да это взаимно сложный период в рамках большой трагедии это конечно смерть алексея навального прошло несколько дней тело не отдают родственникам следите за этой историей все следят за этой историей потому что эта история касается каждого человека который думает россии на взгляд в данной ситуации презумпция невиновности в отношении тех кто это сделал она действует вот мы сейчас говорим о юридическом таком подходе резонцы невиновности действует всегда если отменить презумпцию невиновности рано или поздно ее отсутствие скажется на невиновном человеке поэтому презумпция невиновности действует до момента вступления в силу законного решения суда чтобы мы не думали о событиях какие бы наши личные оценки не были для нас бесспорными презумпция невиновности подразумевает в том числе и то что обвинению нужно доказать вину не с тем кто это совершил нужно доказать свою невиновность вот в данной ситуации учитывая ситуацию с российскими судами насколько это вообще приемлемо как думаете а мы не знаем до сих пор какая будет проверка обстоятельств гибели алексея навального нам ничего об этом не известно известно о том что проводятся некие следственные действия что следователь заявил о проведении неких химических экспертиз то есть дополнительных экспертиз связи с чем он не согласовал выдающий тело матери она обжалова этот отказ в суде суд с или харде рассмотрит ее заявление 4 марта если я верно помню дату и на мой взгляд надежд на то что ее заявление будет удовлетворено нет мы понимаем я думаю все понимают что алексей навальный находился в особых условиях заключения это исправительная колония 3 в харпе это колония особого режима то есть самых жестких из всех возможных режимов кроме того и во владимирской области и и в ямало-неинском автономном округе он 27 раз фактически подряд подсчитали 308 дней находился в шизо это просто каменный мешок холодный где невозможно полноценно жить человек и такие условия жизни они вообще для жизни не предназначены такие условия жизни предназначены для смерти не для чего больше вообще это исправительная колония 3 в харпе это проклятое место я поинтересовался историей это бывший лагерный пункт стройки гулага номер 501 а эта стройка это не доведенная до конца железная дорога по вечной мерзлоте которая должна была быть протяженностью до полутора тысяч километров построили около 800 и каждые несколько десятков километров строился лагерный пункт там где жили заключенные которые строили эту страшную и бессмысленную пустую дорогу начали эту стройку при сталине в 1949 году по неточным данным потому что я опасаюсь что точных данных не будет никогда более трех тысяч заключенных погибли при строительстве этой железной дороги мертвые железные дороги то есть можно сказать что едва ли не за каждой шпалой этой железной дороги погибший человек то есть это ужасная традиция это гулаговская традиция и гибель алексей навального к сожалению вписывается в эту страшную традицию когда стали основывать колонию особого режима это было 12 лет спустя после основания лагерного пункта в сорок девятом году колония появилась шестьдесят первом году уже во время оттепели уже во время хрущева обратите внимание за полярным кругом на вечной мерзлоте на территорию которую по большому счету ограждать не нужно там некуда бежать только на верную погибли делается колония особого режима вместимостью хочу напомнить свыше тысячи человек свыше тысячи и сам факт попадания человека в эту колонию означает несколько вещей во первых что личные риски здоровья и жизни вырастают в несколько раз во вторых на такой территории любой заключенный находится под стопроцентной ответственностью государства никто кроме государства буквально никто не может отвечать в таких колониях за жизнь здоровья безопасность человека и то что произошло с аксием навальным произошло на государственной территории это не дома это не на улице это не на каком-то публичном мероприятии это там где государство отвечает за гражданина в абсолютной степени я поинтересовался статистикой за прошлый год в син и и опубликовал в российских колониях за прошлый год умерла официально написано умерла свыше двух тысяч человек и в 2022 году тоже свыше двух тысяч там цифра близка к двум с половиной тысяч то есть места лишения свободы для тысяч людей стали местом смерти на мой взгляд в последние годы что вполне понятно почему из российской общественной дискуссии ушла тема гуманизации и мест заключения какие колонии особого режима за полярным кругом на вечной мерзлоче зачем ведь только для того чтобы человека максимально унизить создать ему невыносимые условия жизни унизить его человеческое достоинство заставить его сломаться по сути дела колонии в таких местах это места где людей ломают психологически если они не сломались раньше то их ломают там и есть еще одна очень важная на мой взгляд деталь она тоже психологическая но она может может быть что-то объяснить дополнительно в этих колониях работают люди сотрудники они тоже живут фактически как рекомендированные к этой исправительной колонии это люди заложники своей работы они живут в ненормальных условиях они ходят на работу в ненормальных условиях и мне кажется что причиной многих трагедий которые происходят в таких колониях является психологическое совершенно не человеческое искаженное состояние самих сотрудников когда люди могут быть склонны жестокости когда люди вымещает могут вымещать на заключенных свою злость на то где они служат каких условиях живут они их семьи и их дети я не думаю что из сотрудников этой исправительной колонии можно создать группу любителей жизни в харпе вот думаю что такого нет да там очевидно высокие доходы северные надбавки ради этого собственно люди и служат но это все ненормально если когда-нибудь на что я очень надеюсь наша страна станет человеческой страны то мест лишения свободы за полярным кругом вечной мерзлоте и с таким режимом жизни как для заключенных так и для сотрудников просто не должно быть потому что это сама по себе смертоносная система это осколок гулага она взгляд можно ли сейчас говорить о том что вот эти традиции гулага они возрождаются и восстанавливаются потому что после смерти сталина и вот теперь все таки от гулага это просто обозначение главное управление лагерей я напомню это стало самостоятельной аббревиатуры и самостоятельным словом от него стали отказываться но сейчас есть ощущение что вот в связи с увеличением количества политзаключенных снова в тему в дискурс входит слово лагеря она уже пошло она уже вошло об этом говорит генерал-депутат гурулев который сначала сказал что 20 процентов не согласны с путиным надо как-то уничтожить когда ему пояснили что он как-то неаккуратно выразился то бывший командующий армии это все-таки крупная фигура сказал что уточнил что он хочет этих людей если смотреть это число жителей россии это почти 25 миллионов человек отправить махать кайлом на колыму это собственно говоря в чистом виде матрица гулага насколько я прочитал бывший президент господин медведев только что в разговоре с сотрудниками государственного сми мне трудно назвать эту журналистикой поэтому я назову этих людей сотрудниками государственного сми высказал ту же самую мысль что тех кого власть считает врагами нужно отправлять на перевоспитание в сибирь это абсолютно гулаговская терминология посмотрите по всей стране тайна срывают таблички последнего адреса это известная правозащитная очень на мой взгляд тактичная и очень выверенная акция памяти когда маленькая металлическая табличка с именем и датами жизни политзаключенного с окошком пустым окошком вместо лица вместо фото прикрепляется на стену того дома откуда человека увезли на допрос и потом наказал и таких табличек по стране были тысячи и сейчас просто самым водальным способом сбивают а на запросы депутатов на запросы правозащитников отвечает что они не являются не объектами культурного наследия то есть не подлежат охране и не являются элементами городской архитектуры и таким образом тоже не подлежат охране и ставить их на охрану никто не собирается это четкая политическая позиция властей и я думаю я предполагаю мы не знаем точно но есть такая историческая рифма крайне жесткая тотально жесткая реакция властей на акции памяти алексея навального которые все как одна не сговариваясь это никакие не созвонные никакие не объединенные организационные усилия но прошли около памятников жертв политическим заключенным были восприняты властями не то чтобы болезненно а с готовностью принимать любые жесткие меры в петербурге это просто рекорд россии половина всех задержанных и арестованных по решению суда по административным делам это в петербурге остальные по стране в целом и людей везде фиксируют на видео люди пришли цветами возложить стоят сотрудники полиции с видеокамерами и ждут в москве изданное распоряжение визуально найти всех москва это город нашпигованной электроникой в том числе видеокамерами нет никакой проблемы установить детально и лица людей приходивших к соловецкому камню и лица людей приходивших к стене скорби и вот такая болезненная реакция связана не только с опасениями властей за какие-то публичные акции сейчас не 21 год все изменилось феврале 22 года никакие тысячи людей никуда не выйдут но вот эти достаточно немногочисленные акции символической памяти когда молчащие люди приходят с цветами ставят цветы и какое-то время стоят ставят портреты свечи они привели власть в абсолютное замешательство потому что навального по абсолютно понятным и обоснованным причинам поставили в один ряд с политическими заключенными 20 века а это означает то что в один ряд с репрессиями 20 века стали и организаторы репрессии 21 века это есть историческая рифма невозможно жертву поставить в ряд политических заключенных организаторов репрессий вывести за скобки сказать что это другое нет это не другое просто масштаб то пока другой разные есть цифры до 700 фамилий называется среди политических заключенных во всяком случае по данным правозащитного мемориала там примерно половина это люди которые сидят за религиозные убеждения непонятное общество до сих пор история со свидетелями иголы которым даже путин сказал что не понимает почему этих людей арестовывать но никого это не спасло а вторая половина это в чистом виде политзаключенные разница только в том что 90 лет назад это были 600 700 тысяч за год а сейчас 600 700 человек но трагедия одного человека вот трагедия гибели алексей навального трагедии живых на эту минуту но висящих на волоске от смерти очень важно назвать имена это владимир кармуза дважды отравленные чудом выживший это алексей горе нам состояние как здоровье которого и до уголовного дела было более чем скромным это юрий дмитриев который сидит за то что расследовал злодеяния сталинских палачей в сандермохе и один из потомков этих палачей отомстил ему вот этим чудовищным уголовным делом то есть здесь есть прямая буквально наследственная связь наследственная преемственность и сказать что трагедии этих людей менее драматичные чем трагедии политзаключенных и их родные в двадцатом веке мы не можем потому что по сути это одни и те же трагедии одни и те же по содержанию по существу то что масштаб меньше ну потому что власть пока больше не заказал просто пока больше не заказала у нас нет никаких гарантий просто никаких гарантий от того что такой заказ не состоится при том видно что власть не понимает что и делать с обществом тоже медведев сказал что не видит проблемы в возложении цветов в связи с гибелью навального если ты не видишь проблемы одними телефон позвони министр внутренних дел скажи товарищ колокольцев мы не видим проблемы в том что люди приходят почти в память навального не арестовывайте их не отправляйте их в тюрьму до 15 суток не видите видеосъемку доводя людей до стресса нет такого звонка нет что он там заявил сотрудникам тасс это дело 10 и 110 важна практика важны действия и если говорить образно то запах гулага вернулся в россию люди говорят прямо возвращаются тридцать седьмой год и с этим власти ничего не могут подделать они могут выступать с оправданиями объяснять что это реакция на какие-то конкретные правонарушения преступления а люди видят какая атмосфера и говорят вот не сговариваясь одну и ту же фразу возвращается тридцать седьмой это парализует общество это стимулирует в людях страх уровень страха сейчас в россии наивысший с не трудно чем-то сравнивать сколько моя сознательная жизнь началась в начале восьмидесятых годов когда я уже поступил институт но я могу сказать мне никогда в советское время в том числе когда наши первые политические инициативы несогласия советской властью стали предметом внимание к гб я не могу сказать что мне тогда было страшно возможно это было свойство молодости я был студентом у меня не было страха за свою жизнь и люди говорят что в позднее советское время они не чувствовали себя в такой опасности как сейчас мы не можем сейчас с сопоставить с чувствами и эмоциями тех кто погиб в сталинское время и членов их семей потому что почти все эти люди ушли из жизни но у каждого есть свой опыт и позднее советское время не несло в себе столько страха сколько несет вот это позднее но совсем не позднее политически то есть еще очень долго на долгие годы путинское время этот страх людей останавливает парализует и многих не всех но многих заставляет и молчать и бездействовать просто уходить в себя то что называется внутренней миграции это очень тяжелый очень тяжелый опыт люди очень трудно его переживают я был не удивлен но потрясен по-человечески информации психологов о том что после 16 февраля в россии увеличилась волна суицидов и суицидальных намерений притом идет речь о значительном увеличении об этом говорят специалисты это тоже последствия гибели алексея навального люди прямо говорят о том что они так воспринимают эту смерть власти никак на это не реагируют а это ведь серьезная вещь это ведь не вопрос только работы специалистов с суицидальными настроениями поскольку это вопрос политического восприятия людьми и того что произошло знаете то что касается реакции властей на гибель навального ведь на самом деле мы видим что у них до сих пор вот прошло уже если считать 16 число сегодня седьмой день у них до сих пор нет никакой версии кроме той которую опубликовали за считанные минуты с молниеносной скоростью я скажу так прямо с немыслимой невозможной скоростью на сайте в синге малонейского автономного округа ну какой диагноз об отрававшимся тромби если на ту минуту не было вскрытие кто определил вообще кто мог определить произошедшее с человеком это это невозможно и когда стало понятно что в эту версию общество не верит потому что она непрофессионально наступила абсолютно бессодержательная пустая пауза просто тянут время просто тянут время и перспективы очень тревожны тело человека после смерти уязвимо я скажу мягко все это понимают кроме того власти до сих пор не заявили ни в каком лице что они дадут возможность семье спокойно и достойно похоронить навального потому что они понимают что где бы он не был похоронен в какой-то близости семьи идет же речь фактически о москве то значит туда будут приходить люди с цветами они там тоже установят круглосуточный видеопост и будут фотографировать каждого пришедшего у них нет никаких ответов на то что случилось никаких не политических не юридических не медицинских абсолютно никаких вообще вдумайтесь такая машина государственная где с одну функцию отвечают сотни людей а вот случилось нечто внезапное эта машина как сороконожка не знает с какой лапки и начать любое движение любое и люди это видят люди понимают что государство ничего не может сказать это конечно в общественном мнении работает на версию о виновности властей в гибели навального не только в силу тех условий в которых он содержался но и в силу до сих пор нам неизвестной ситуации которая случилась то ли шестнадцатого то ли возможно пятнадцатого февраля судя по некоторым косвенным данным в колонии тревогу объявили еще вечером 15 февраля в кои-то веки ответов нет никаких ответов внятных от властей нет и это отсутствие ответов плохо для всех и для власти тоже плохо то что сказал глава медпольши о том что путин просто над нами издевается он показывает а что вы а что вы сделаете вы согласны с этим поскольку еще убийство на территории испании вертолетчика кузьминова а понятно пока нет стопроцентного подтверждения что это российские спецслужбы но в общем многие догадываются почему и что произошло и и это ну достаточно серьезный вызов всему миру потому что ну а что что вы сделаете вот вы согласны тем что такие месседжи которые сейчас летят знаете мне трудно комментировать заявление министр иностранных дел польши потому что я не читал полный текст можно смотреть что он говорил по какому поводу связи чем если говорить о позиции что вы нам сделаете к этой позиции уже даже не два года я вам скажу просто два года спустя она стала зримой эта позиция что нам ничего не сделаете но до этого было очень много ситуаций когда вне зависимости от общественного мнения как в россии так и за пределами россии власти россии лично путин делали то что считали нужным там где считали нужным и так как считали нужен просто до какого-то момента внешне к россии мир в первую счет европейские страны соединенные штаты америки считали что вот на это не нужно реагировать с этим можно молча согласиться здесь можно не заявить протест важно сохранить экономические отношения важно сохранить сам диалог но при этом тема ключевая тема прав и свобод человека в россии прямо считалось внутренним делом россии если в россии политические репрессии это российская проблема если арестовывать людей на митингах шествия за участие выборах это внутри российская проблема вообще все что происходит в россии там ты российская проблема вот пусть здесь будет хоть чума хоть массовые расстрелы никого это в том числе польшу не волновало никогда вот просто никогда не нужно представлять белыми пушистыми и безгрешными людей которые знали все то что происходит здесь и не предпринимали никаких усилий для того чтобы пытаться да конечно это очень трудно сделать извне очень трудно но тем не менее пытаться сбалансировать ситуацию вести диалог на эти правозащитные темы кстати сказать в советские времена когда в стране тоже были сотни политзаключенных диалог политических заключенных в советском союзе вели с властями советского союза как европейские страны так и соединенные штаты америки вели на высоком уровне вплоть до уровня президентов и это считалось нормальным и советские власти знали что если судьбой какого-то политзаключенного заинтересовались представители европейских стран или соединенных штатов то этот человек находится в зоне особого внимания это защищало жизни многих политзаключенных сейчас такой ситуации нет вот просто ее нет возможно сменилось поколение возможно это политики просто другого уровня другого политического и культурного кругозора я не знаю этих людей просто я не знаю я не знаю кто министр иностранных дел польши кто этот человек я не думаю что нам с вами нужно в таком глубоком разговоре россии приводить позицию конкретного чиновника и конкретную реплику наверное таких чиновников и реплик можно найти 100 в европе вопрос не в этом вопрос том как сейчас защитить людей в россии и это эта проблема сегодня никакого внятного решения не имеет нужно это сказать прямо не внутри страны все беззащитны не вне страны потому что единственный разговор об обмене если говорить о судьбах политзаключенных провел известный американский республиканский ну пусть будет журналист хотя в многих своих проявлениях пропагандист тем не менее так ли карлосон с путиным задав ему совершенно обоснованным для гражданина сша вопроса гражданине сша и вы не гришкович и путин сказал да у нас тут есть один парень сидит у ваших сателлитов в берлине за убийство в поле конкретного человека и путин дал понять что само по себе это действие он поддерживает он сказал да спецслужбы работают дайте им поработать обмен возможен но речь шла гражданине сша и этот вопрос задал американский журналист путиным а когда российские с позволения сказать журналисты приходят то бывшему президенту медведеву и к действующему президенту путину они уже не задают вопросов а политические заключенные это просто снято с повестки дня просто снято с повестки дня на весь совета правом человека при президенте остался по сути один правозащитник ева меркачева который кстати говоря в день смерти навального дала исчерпывающий правозащитный комментарий об условиях содержания в исправительной колонии 3 о том что такое шизо и что такое помещение человека в эти нечеловеческие условия один человек на весь правозащитный совет а другого члена совета спустя какие-то два дня случайно это совпадение ловят с наркотиками и ему за это ничего просто ничего и не сомневайтесь ничего не будет потому что это свой а те кто не согласны с политическими действиями властей те чужие и ужин достается даже не то что может быть результатом приговора суда по закону чужим достается ненависть отношения в виде ненависти и мести и сейчас уже практически забыли что лишение свободы по решению суда это только лишение свободы это не унижение человеческого достоинства это не создание нетерпимых условий для жизни это не отсутствие медицинской помощи это не пытка на несколько лет или даже десятилетий это всего лишь лишение свободы и ничего больше к сожалению в россии сейчас совершенно иначе у меня нет сейчас никаких даже косвенных признаков что гибель навального будет способствовать гуманизации российской системы исполнения наказаний вот никто ни одним словом не сказал что будут сделаны какие-то выводы ведь когда восемьдесят шестом году после голодовки умер анатолий марченко один из самых известных советских политзаключенных и один из самых известных советских политзаключенных самых мужественных то его смерть потрясла михаила горбачева освобождение массовое освобождение советских политзаключенных и гуманизация мест наказания началась именно после смерти марченко вы понимаете в стране была другая эпоха восемьдесят шестой год второй год перестройки понимание того что страна движется от несвободы к свободе и сама мысль о том что людей нельзя мучить нельзя пытать нельзя содержать в нечеловеческих условиях она вписывалась в это направление исторического движения а сейчас мы видим движемся от свободы которые тоже у нас по большому счету в полном объеме не было но к несвободе и все эти движения властей все эти действия властей которые вписываются в это движение к несвободе они воспринимаются как логичные как понятные никто не удивляется все понимают куда идет страна вот драматизм ситуации нет рычага для как человек живущий в россии я каждый день думает о какие есть рычаги для того чтобы защитить людей вот которые здесь рядом со мной с кем я работаю каждый день с кем я встречаюсь здесь в пскове в петербурге в москве и я честно говорю людям мы не можем вас защитить кроме как стараться научить вас соблюдать какие-то минимальные стандарты безопасности но вы понимаете везде соломку не подстелешь что случится завтра никто не знаю просто никто это невозможно предугадать еще нет эта история не завершена вообще смерть человека всегда это последнее известие последнее послание миру который он делает послание навального получилось очень сильно но из этого послания вот на сегодняшний день еще ничего не выросло ничего не родилось кроме чувства боли и отчаяния и бессилия у многих людей ничего не появилось пока что только эти эмоции и ничего больше стали появляться такие комментарии что ксения собчак следующий кандидат потому что да ну следующий кандидат под репрессии потому что ее уже как раз выписали из категории близких к путину и можно теперь с ней поступать так как поступают назовём это такой фразы простыми смертными вы согласны тем что вот этот статус неприкосновенных он сейчас тоже меняется и насколько вы с этим согласны я считаю что в россии нет неприкосновенных вообще нет сейчас в россии один неприкосновенный человек это владимир путин потому что владимир путин сам себя не тронет а больше неприкосновенных нет. Страна, в которой уничтожены права и свободы человека, в которой уничтожены и не работают политические институты, где правозащитное движение почти является подпольным, а суды стали просто приводным ремнём политических властей и силовых структур, нет неприкасаемых. Просто нет. Я не готов комментировать отдельную ситуацию Ксении Собчак. Есть очевидный конфликт между тем, что она пытается развивать медиа, влиятельные широкие медиа, и эти медиа неизбежно пишут, в том числе о политзаключённых, о политических репрессиях, о судьбах конкретных людей. Понятно, что власть обращает на это внимание, потому что мощные каналы, миллионы подписчиков, широкая аудитория — это политически значимые медиа, то, что делает Ксения Собчак. При этом Владимир Пустный — её крёстный отец. Вот в самом буквальном смысле слова. Он присутствовал на её крестинах. Для него, в его памяти, в его биографии есть человек, который по большому счёту сделал его президентом России. Это Анатолий Собчак, отец Ксении Анатольевны и супруг Людмилы Борисовны Нарусовой. Путин обязан этому человеку. Притом сначала тем, что Собчак призвал его на службу в свою администрацию, администрацию Петербурга, а потом тем, что Собчак проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга, и Путину пришлось уехать в Москву, в администрацию президента. Это и привело к его нынешней карьере. Я вообще не хочу прогнозировать ничего плохого. Вот ничего. Я не хочу никому, ни Ксении Собчак, ни кому-либо другому предрекать плохую судьбу. Я вообще не хочу быть Кассандрой. Мы видим, что ситуация в стране ужесточается. Это совершенно очевидно. И смерть Алексея Навального приведёт к ужесточению ситуации в России, а не к улучшению ситуации. Но я думаю, что какие-то значимые последствия, политические, общероссийские, мы увидим после 17 марта. Сейчас власть будет стремиться обеспечить определённый, заранее известный результат. Вот просто технически, математически его зафиксировать. И дополнительные какие-то потрясения, как мне представляются, властям сейчас совершенно точно не нужны. Но дело в том, что для нас это потрясение, а для них это может быть акция устрашения. Вот просто акция устрашения. И в таком качестве может выступить любой человек. То есть любой может оказаться жертвой, если это будет угодно влиятельным людям. Нужен ли для того, чтобы в отношении близкого в своё время Путину человека провести репрессии, получить его личное согласие? Мы не знаем. Может быть да, может быть нет. Система абсолютно закрыта. Власть непрозрачна. Как работает эта машина, силовая машина, людоедская машина, мы не знаем. Мы просто не знаем. Мы видим только результаты. Поэтому не хочу ничего предрекать плохого. Не хочу. Просто потому, что скажешь о чём-то плохом, нечаянно, может быть даже. А слова имеют способность материализоваться. Вот я всем желаю мира, свободы и здоровья здесь, в России. Я не хочу никому предрекать плохую судьбу. Для этого есть другие люди, которые, я не знаю, которые этим заняты, или те, кто этого хотел бы, чтобы здесь было больше жертв. Такие люди тоже есть, но я не вижу смысла их обсуждать. Я категорически не являюсь сторонником, я являюсь противником логики. Чем хуже, тем лучше. Это абсолютно губительная логика. Она может стоить жизни и свободы, и судьбы тысячам людей. Вот много комментариев по поводу... Я понимаю, это профессор Соловей сказал однажды, это получило большой резонанс, что Путин на самом деле нет, что это двойник и так далее. Но вот наши зрители как раз фактор сообщак в данной ситуации используют и говорят, если тронут сообщак, значит, Путин действительно не настоящий. Есть еще один комментарий, я просто его не могу сейчас найти, но по памяти мысль такая. Все сразу поверили, что умер Навальный, но многие не поверили, что умер Путин. Как же так? Вот что вы отвечаете обычно этим людям, которые придерживаются такого взгляда на мир и на вечер? Вы знаете, эти люди до меня не доходили. То есть вот ходоки с вестью о том, что Путин умер, и мы видим сейчас не Путина, до меня не доходили. Я читал это все в лентах, наверное, очень фрагментарно, потому что в мои подписки профессор Соловей не входит, он не является частью моего информационного пространства и не относится к числу тех людей, кому я отношусь с доверием. Я прямо об этом скажу. Мой ответ такой. Я уверен, что Путин жив. Что это тот самый Путин, который впервые избрался президентом России в 2000 году. Тот самый Путин, это тот самый человек. Я не совсем понимаю, если честно, смысл распространения вот этих слухов. Просто не понимаю. И я не знаю, кто это может объяснить, потому что, наверное, это мог бы объяснить человек, который знает, почему Соловей это делает. Вот просто, который знает, почему. И тогда может прокомментировать это обществу. Я уверен в том, что это неправда. Вот все. Просто уверен. И если, не дай бог, с кем-то что-то будет происходить, не дай бог, это будет происходить при том самом Владимире Путине, который Владимир Путин, а не кто-то другой. Я очень опечален тем, что в уставшем, во многом деморализованном и отчаявшемся обществе начинают иметь успех вот такие конспирологи. Это все хиромантия. Вот просто хиромантия в самом буквальном смысле слова. Это шантаж общества мифами. Это создание хаоса в обществе, просто хаоса, когда люди начинают верить в небылицы. Это показывает бессилие общества и готовность людей потреблять любую информацию, просто любую, невзирая на качество. В принципе, невзирая на качество. Я могу только сказать, что, уважаемые люди, я вам не то, что сочувствую, сострадаю, я понимаю ваше состояние. Я не на Луне, я в России, я в Пскове. Но, пожалуйста, вспомните, когда вы готовите себе еду, вы же покупаете чистые продукты и не идете на помойку покупать гнилье. Когда вы покупаете воду, вы пьете чистую воду, а не отравленную. Вот в информационном пространстве то же самое. Не питайтесь тухлятиной, не пейте отравленную воду. Это опасно, это просто опасно. Ну что ж, спасибо вам. Лев Шлозберг был с нами на прямой связи сегодня. Благодарим вас и до следующего раза. Всего вам доброго. Вадим, большое спасибо и спасибо всем, кто смотрел нас. Будем на связи. Мы продолжаем наш...